На территории 115-го квартала Цнинского лесничества людно. Участники поискового движения, представители местной администрации, лесники и родственники собрались почтить память разбившегося экипажа самолета Ли-2. Авиакатастрофа произошла ровно 79 лет назад, в ночь с 31 октября на 1 ноября. Самолет рухнул как раз здесь, в Цнинском лесничестве. В результате этой аварии погибли четыре члена экипажа 4-го гвардейского авиационного полка дальнего действия. Трагедия произошла во время второго вылета в район Сталинграда. Причину до сих пор трудно установить. О том, что случилось, сообщил штурман, который тогда выжил и сумел добраться до ближайших лесников. Памятник на месте крушения установили уже давно сами работники лесничества. Однако о самих погибших до недавнего времени было известно мало. Поисковый отряд гвардейцы Тамбовского регионального отделения поискового движения России из поселка Сосновка несколько лет работали по становлению имен судеб, летчиков, нашли фотографии. И благодаря поддержке фонда президентских грантов в рамках нашего проекта «Память в руках молодых» мы устанавливаем сегодня памятную доску на месте, где погиб экипаж. Георгий Волохов – племянник воздушного стрелка Василия Волохова, погибшего в той катастрофе. Дядю лично он не знал, так как родился в 54-м. Но в семье о нем хранили память и постоянно перечитывали письма с фронта. Плакали, конечно, вспоминали, примерно прикидывали, потому что письма были такие, что за победу, бьем врага. Ну, видимо, не писал там то, что трудно. По одному письму там поняли, что он был ранен. По традиции церемония открытия мемориальной доски завершилась возложением цветов. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok